Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Узмен. Сегодня у нас пятница, кипишной вообще денечек, просто. Ну сейчас на самом деле все уже более-менее устаканилось, но мы такое чувство, что ничего не успеваем сделать перед отъездом. Алиска с утра упаковывала чемодан, еле запихнула все наши вещи. Едем на две недели, а вроде немного берем, но чемодан маленький. Чемодан, да, он очень маленький, но, блин, кофта, например, она капец, как много места занимает. Она просто занимает сразу почти четверть чемодана. Короче, камеру передаю Алисе, которая уезжает к родителям. Вы едете со мной, да, шлифовать? Виталин читает книгу. Самый последний день все надо делать обязательно. Еду, еду, уже 12.45, мне кажется, реально я ничего не успеваю, потому что я планировала после трех уже выехать домой, потому что пробки вообще, тем более пятница. Мы, наверное, уже в каждом влоге говорим про пробки в Карсанаре. Ну, как бы, Новый год скоро, и поэтому здесь прям коллапс вообще. Вот. И я хочу заехать в строительный магазин, потому что нужно купить, это в пакете, вот такая штука. Это, короче, насадка на... Господи, как она называется? На болгарку. И потому что она уже так плохо шлифует деревяшки, а мне нужно шлифовать много деревяшек, да, это то, что я вчера рассказывала. Вот. Так что, короче, заеду сейчас в магаз, а потом домой к родителям. Кстати, слушала The Cooks. Миша скидывала на флешку музыку, полистала, нашла Негу сначала. Потом думаю, не, Негу не хочу, не такое настроение, чтобы слушать Негу все-таки. Вот. И нашла The Cooks. Вот они, эти деревяшечки, которые мне нужно сегодня отшлифовать. И вот она болгарка, и вот она новая насадка, но, блин, вот она новая насадка, но, блин, я сейчас попытаюсь это все прицепить, я думаю, я допру. Но вторая загвоздка в том, что папы дома нет. Объясню, почему. Потому что вот эта вот болгарка, она включается вот здесь очень туго. Мне кажется, я даже включить не смогу. Просто я боюсь, что если я смогу включить двумя руками, то она куда-нибудь улетит и мне отрубит палец. Ну, да. Это, конечно, плохая мысль, но, короче, не знаю. Сейчас все-таки сначала позвоню папе, может, он все-таки где-то рядом приехал шлифовать. Ладно, короче, ускоряюсь, что-нибудь делаю и надо ехать обратно. Котейка прикинулась лобзиком. Ты будешь как-нибудь реагировать, да? Он удобный и тяжелый, речь про Джоби. Короче, мы решили не терять времени, сейчас едем по витальным делам. Плюс еще заедем в музыкальный магазин, хочу купить папе барабанные палочки и струны. Потому что струны на гитаре старые. И нужно все это успеть. Там рендерится влог. И вообще капец. Вот, на, потрогай, насколько он удобный. Вы видели, как он сейчас испугался просто, он нам кирпичей навалил. Я думал, ты его, ну, уронил. Неудобно. Сейчас я буду. Тяжело. Это вам вообще потому что опасная техника. Мы очень по-гангстерски оставили тачку здесь в переулке. Теплый переулок один. Я иду в Мусторг. Ну просто ты... Ого, смотри, мы уткнулись в тупик, который не под замком. И мы там постараемся там выехать. А сейчас постараюсь попасть в Мусторг. Это просто чудо какое-то. Струны и барабанные палочки. И Виталий уже сам открыл шлагбаум и выезжает, походу. А, нет, вот он. Шикарно. Все. Ну мы сильно тут никого не потревожили. Спасибо переулку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Все, мы успели приехать обратно раньше Алиски, сейчас покажу вам, что купили-то в итоге. В итоге были куплены вот такие вот струны 1152, USA Earthwood, Earthwood, made in USA. Вообще, как будто мы сами не можем, в Пензе вон не хуже струны делают. И вот такие вот барабанные палки, ах, нифига себе, ВИК, ну короче, кто знает, тот поймет, что это такое, 5Б толщина. Это для папы. Папа будет долбить в электронную барабанную струку, я думаю, что он еще ее не ставил, так что мы ее поставим. Все, ребят, я упаковываю камеру в рюкзак, так что дальше уже вместе с Алиской и влог. Короче, столько вещей еще у нас, ну там перфоратор не считается, но столько вещей еще не было, еще и чемодан, еще вот это. Еще у меня за спиной рюкзак, Валис, рюкзак. Ох, поехали. Спасибо большое Виталий и ребятам за то, что довезли нас. У нас куча-куча пакетов, и один пакет уже порвался, ручка у него разорвалась. Минут 40 у нас до поезда, минут 40 до его отъезда уже. Мы быстро доехали, мы выехали за полтора часа, и мы доехали где-то, получается, за 40 минут мы доехали. Да, вот, все, Краснодарский вокзал, приветствуйте и прощайтесь. Прощай, осень, жди зима. Но мы потом вернемся в осень, потом все нормально. Давай, гоу. Пошли. Мы на месте. Вверх, нижнюю. Авария есть. Ну давай, давай. Благо сейчас ни лето, ни жара, так в окно не открылось. Нет, а при этом на поезде вообще не порядок. Вообще не порядок. Я сразу вспоминаю эту поездницу, а ладно. Это было жестко, ладно, не будем о грустном. Впереди холода. Ладно, попозже включимся. Ребята, это пюре, короче, правильное пюре. Это реально настоящее, не типа чайсообразное, но прям, прям как надо. В тесноте до него бить. Картошечки с капустой. 30, но у меня его нету уже, продала. Пирожочек с картошечкой, с капустой. Ах, ребята, практически классические кадры на фоне туалета. Мы уже как-то прощались. Я не помню, куда мы ехали. Наверное... В Самару, куда еще? В Самару, да. Наверное, в Самару. Не, куда еще. Мы вообще-то ездили с тобой в Екатеринбург, в Новосибирск. И вот, и вот, в Минск. Короче, ребят, сейчас в вагоне было куча-куча ребят прикольных. Они хоккеисты? Да, хоккеисты. 19 человек. Да, ну лет 10-12. 11 фильмов. Балдежные, ну такие. Потом там одна женщина такая, мудрая, с ними нормально начала разговаривать, выводить их на разговоры какие-то. И они там, давай, там выдавайте. Ну такие вообще не глупые, абсолютно не глупые. У меня прям так, ну на душе стало легко, что молодежь, что нормально, наверное, есть. Они ушли, да, женщины, говорят, блин, бац, и какие мужчины такие растуздальные. Ну, это рассуждают и говорят нормально. Про школу, про учебу, да, про вот эти всякие соревнования. Здорово, едут в Сочи, в Сочи. Причем, кстати, я ни разу не услышала там, ну блин, или какие-то маты, или еще что. Даже когда они между собой разговаривали, вообще ничего такого не было. Да, молодцы. О, ладно, все, ребят, мы будем ложиться спать. Завтра еще впереди целый день, целый поездной влог будет. Вообще неприятно, прям, что, не знаю, глаза, прям, мне кажется, даже вы слышите. Все, ребят, увидимся с вами завтра. Да, про пыль вообще, нос не дышит вообще никак, и в глазах, в глазах как будто песок, прям, как-то вообще, что-то неприятно. Все, я ничего с вами завтра, ребят, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии с вами и с нами. Па-ка! Субтитры сделал DimaTorzok